У Сурийски завершается строительство домов, где свои квартиры должны получить переселенцы из аварийного жилья и участники проблемного долевого строительства. Счастливыми обладателями 300 квартир станут более 700 человек. Так, например, дом по улице Октябрьской. Здесь идет благоустройство прилегающей территории и внутренняя отделка. Аналогичной работой идут и настройки по улице Приморской. А так посадки и с полушкой сделаны. Вот так, да? Да. То есть он только не покрашен? Нет, только не покрашен. Частично не покрашен. Это покрытие короед с добавкой на цементной основе, с добавкой антимороза. А в доме на улице Крестьянской квартиры для 105 обманутых дольщиков уже ждут своих хозяев. Подрядчик занимается генеральной уборкой перед сдачей дома, доделывая фасад и мелкие работы. Как отметил глава Приморья Олег Кожемяка, ключи от квартир новосела начнут получать в первых числах декабря. Эти дома не вызывают у нас опасения ни с точки зрения сроков, ни с точки зрения оформления документов. Ну и по аварийному жилью это, я думаю, уверен, что в первом квартале 2024 года аварийные дома здесь и по Приморскому, и по Октябрьскому тоже будут сданы. Поэтому сейчас администрация взяла под жесткий контроль. Мы со своей стороны мониторим эту ситуацию. Ну и удалось добиться, скажем, увеличения темпов производства работы, увеличения количества работающих, что сказалось, значит, на срок сдачи объектов. Также в Уссурийске идет строительство школы на 1100 мест. Четырехэтажное здание с бассейном на улице Чечерина примет учеников в 2025 году. Сейчас на возведении здания занято 40 человек и 10 единиц техники. Все работы выполняются в соответствии с графиком. Важное, нужно. Там жилой микрорайон. Жители Уссурийска просили об этом. Поэтому эта школа рассчитана на 1100 мест с бассейном. Современная. Пока по докладам и специалистов с Минстроя, заказчиков, кто контролирует государственно. То есть отставаний по школе нет. Школа строится в рамках концессии. Соответствующее соглашение заключено между Министерством образования Приморья и группой компании «Про школа». Анна Дьякова, Новости на восьмом.